В целом 2017 год прошел для города успешно. Начал свой доклад Анатолий Пахомов на открытой сессии городского собрания Сочи. По многим направлениям город достиг существенного прогресса, подчеркнул мэр. Доходы бюджета исполнены на 110% от плана, что позволило выполнить все социальные обязательства. Так, в 2017 году на социалку было направлено 57% всего городского бюджета. За счет строительства новых детских садов в Лаон, Верхний Берантин, за счет открытия нового детского сада в Черешне, который построили военные, мы ввели в прошлом году 620 дополнительных мест. А еще школу на 400 мест в Веселом. Продолжается возведение новой школы в Совет Кваджи, на очереди Мамайка, Дагомыс и Макаренко. Расширяются и возможности сочинской медицины. В этом году распахнет свои двери новый перинатальный центр. На новый уровень вышло и качество дорог. В прошлом году за счет бюджета края удалось отремонтировать 96 улиц. На текущий дорожный ремонт в прошлом году выделялись средства и из городского бюджета. За счет собственных средств мы отремонтировали 67 тысяч квадратных метров дорожного полотна. И на этот год мы уже получили 270 миллионов рублей, которые уже будут в первом квартале направлены на ремонт теперь межквартальных дорог. Безусловно, главный фактор, влияющий на благополучие Сочи, это работа с анаторно-курортной сферы. В 2017-м Сочи принял 6 миллионов 375 тысяч туристов. Но для того, чтобы Сочи мог и дальше функционировать как круглогодичный курорт, необходимо принять кардинальные меры в решении мусорной проблемы, отметил депутат Госдумы Константин Затулин. А решение – это строительство современного мусоросжигательного завода. Его стоимость – 23 миллиарда. Этот комплекс не потребует вложений со стороны местного, краевого или федерального бюджета. Это инвестиционные средства. Вопрос этот будет, безусловно, обсужден, в том числе и выбора места для этого производства. В любом случае, окончательное решение за сочинцами. В целом же, по итогам 2017 года Сочи занял первое место в Краснодарском крае по эффективности работы муниципальных образований. Все самые сложные проекты мировые, наши российские, по указанию нашего президента, по указанию нашего губернатора, были внедрены и очень правильно освоены только на вашей территории. Впрочем, впереди предстоит еще много работы, отметили на открытой сессии горсобрания. Это водоснабжение и газификация отдаленных населенных пунктов, переселение из аварийного жилья, борьба с незаконными сбросами, а еще благоустройство города. В том числе, путем открытия новых парков и скверов. На этот год таких запланировано 8.